Дорогие друзья, если вы смотрите это видео, то у вас есть возможность побывать в Риме прямо сейчас. Мы находимся у дворца Барберини. Это семейная резиденция влиятельного рода Барберини 17 века. Великолепные парадные ворота и ограда были сделаны в 19 веке. Восемь столбов украшены атлантами. Это работа архитектора Франческо Адзури. Восемь столбов украшены атлантами. Амафео Барберини стал папой и вошел в историю под именем Урбан VIII. Его племянники Франческо, Антонио и Таддео сразу же стали кардиналами. В 1625 году папа Урбан VIII приобрел участок земли на холме Куиринал, где был бывший особняк и виноградник семьи Сфорцо. Здесь Урбан VIII задумал строительство своей масштабной резиденции. Очень часто во дворце можно встретить изображение пчел. Пчелы есть и на гербе папы Урбана VIII. Это символ жизни и трудолюбия. Строительство дворца началось через два года под руководством архитектора Карло Модерно, который параллельно работал в соборе Святого Петра. Но вскоре Карло Модерно умирает, и работами по возведению дворца стал заниматься Бернини и Пьетро де Картона. Главный фасад, выходящий на улице Четырех фонтанов, оформил Бернини. В этом же проекте по строительству дворца также принимал участие и Франческо Борамини, который разработал одну из главных винтовых лестниц, по которой мы обязательно с вами пройдем. Задний фасад дворца тоже был разработан Франческо Борамини. Дворец был построен за шесть лет. Папа Урбан VIII был на папском престоле 21 год. После завершения строительства дворца здесь собирались самые талантливые люди того времени – художники, скульпторы, поэты. Здесь же была великолепная библиотека, где были собраны не только книги, но и рукописи. Говорят, что во дворце была даже мастерская по изготовлению гобеленов для дворца. Эти гобелены были сделаны по эскизам Пьетро де Картона. Урбан VIII покровительствовал не только архитекторам и скульпторам, но и художникам. Активные покровительства, перепланировка и благоустройство города привели к росту долга в казне Ватикана. Не хватало денег и приходилось занимать. Еще до папы Урбана VIII в казне Ватикана был долг. А при Урбане VIII, при таком масштабном строительстве, долг увеличился почти в два раза. Все были в ужасе, как много тратит папа. И даже был заговор против папы. Но заговор вовремя был раскрыт. Но, несмотря на это, в 1644 году папа Урбан VIII умирает. Пролетела молва, что смерть была ускорена. Следующим папой был избран Джованни Батиста Памфили, вошедший в историю под именем Иннокентий X. После избрания Иннокентия X был судебный процесс против семьи Барберини за хищение государственных средств. А племянникам Урбана VIII пришлось бежать из Рима во Францию. Имущество их было конфисковано. Так как папой был издан указ, кто из кардиналов покинет папскую область без согласия папы, лишится сана и имущества. Это были трудные времена в семье Барберини. Много стало принадлежать Ватикану. Потом и до земли дело дошло. Земля была разделена на участки и продана. Джан Лоренцо Бернини был любимцем папы Урбана VIII. И когда папой стал Иннокентий X, карьера Бернини была под угрозой. У нового папы Иннокентия X в приоритетах был архитектор Франческо Барамини. Но, несмотря на это, Иннокентий X разрешил работать в Бернини над начатыми проектами и даже стал давать новые заказы. Папа Иннокентий X говорил. О Бернини говорят плохо, но он великий и редкий человек. Колонный зал. Название зала происходит от гранитных колонн, украшенных капителями. Раньше зал был разделен на коридор и комнату. Коридор был украшен фресками с пейзажами. Фонтан Вакха в центре стены. Вверху совместный герб Барберини и Джустиниани. Фонтан был построен в 1653 году по случаю бракосочетания Олимпии и Джустиниани правнучки папы Иннокентий X Памфили с правнуком Урбана VIII. Эта свадьба была задумана, чтобы примирить две могущественные семьи и позволить наконец-то Барберини вернуться в Рим после многих лет изгнания во Францию. В настоящее время во дворце Барберини находится Национальная галерея старинного искусства. Галерея состоит из двух этажей. Среди картин, которые находятся на первом этаже, вы не найдете работы, известных на весь мир художников. Но на некоторых картинах первого этажа я все-таки остановлюсь. На втором же этаже, для меня он самый интересный в галерее, будут картины Гвидо Ренни, Тинторетто, Караваджо и Рафаэля. Картина Фра Филиппу Липпи «Благовещение». Филиппу Липпи родился во Флоренции в семье бедного мясника. В раннем детстве он потерял родителей и жил с тетушкой. Потом его отдали на воспитание в монастырь, где в 15 лет Филиппу Липпи принял обет монашества. Фра – это сокращенно брат. И с этого момента его стали называть Фра Филиппу Липпи. В Азаре в своих знаменитых жизнеописаниях писал, что в монастыре Филиппу Липпи все свое свободное время тратил на рисование, и ему решили дать возможность обучаться живописи. Благовещению Фра Филиппу Липпи такое нежное и поэтичное. Мы видим привычный нам уже сюжет. К теме благовещения обращались многие художники. На картине обычно изображены Дева Мария, Архангел Гавриил и Святой Дух в виде голубя. Это Божий посланник Архангел Гавриил, носитель радостник благовестий. Его изображают с лилеми. Архангел Гавриил был послан Богом к Марии в Назарет с вестью, что она скоро родит Спасителя мира. Архангел Гавриил вошел в дом Марии, чтобы оповестить ее о том, что она скоро станет матерью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова На второй этаж мы поднимаемся по лестнице левого крыла дворца. Это работа скульптора Джан Лоренцо Бернини. А спускаться мы будем со второго этажа уже по лестнице Франческо Борамини. Картина Лоренцо Лотто «Мистический брак святой Екатерины» Святая Екатерина родилась в Александрии в знатной семье во второй половине третьего века. Она родилась в то время, когда число христиан увеличилось. Император Диоклетиан язычник преследовал христианскую веру. Так Екатерина избегала язычников, не общалась ни с кем, и большую часть своего времени отдавала чтению, читала труды философов и историков и изучала языки. Окружающие восхищались мудрой девушкой редкой красоты, но родственники все чаще стали напоминать ей о том, что главное предназначение женщины не книги, а замужество и продолжение рода. Она сказала, что будет ждать такого жениха, чтобы он был мудрым, как она, и красивым. Однажды христианский старец подарил Екатерине икону. Вскоре девушка увидела сон, в котором ей явилась Пресвятая Дева, ее лицо невозможно было рассмотреть. Тогда Екатерина пришла к старцу и попросила разъяснить, что значит ее сон. Выслушав рассказ, она приняла христианскую веру. По преданию, после крещения во сне ей явился Иисус и вручил ей кольцо, назвав ее своей невестой. Екатерина стала тихой и спокойной девушкой. Она поняла, что нашла своего долгожданного жениха, и это Иисус. Расскажу вам, что было дальше с Екатериной. Это было то время, когда язычники преследовали христиан. Но, несмотря на это, Екатерина начала проповедовать веру. Ей предлагали руку и сердце многие знатные люди. Единственное просили отказаться от христианской веры. Но она не отказалась. И тогда была брошена в темницу. А затем начались жестокие пытки. Ей было тогда 18 лет. Ее били так, что все ее тело превратилось в сплошную рану. Морили голодом, ломали кости, поместив ее между колес. Молитвой Екатерины услышал ангел. Он появился именно тогда, когда мученическая смерть, казалось, была неизбежна. Колеса пытки развалились на куски. Святая Екатерина оказалась лицом к лицу с опасностью. Она готова была принять смерть, но не отказалась от веры. И, в конце концов, ей отрубили голову. На картинах святую Екатерину часто изображают с книгой, это символ ее знаний, с пальмовой веткой, символ мученичества. Рядом может находиться колесо с шипами и меч, которым ее обезглавили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вокруг этой картины велись пламенные споры. Кто эта загадочная девушка? Что за детали на ее внешности и как она вообще попала на полотно великого мастера? Столетиями ее портрет изучали и пытались ответить на все вопросы. Что-то стало известно, но многое до сих пор осталось тайной. Форнарина Рафаэль Стеснительная Венера с румянцем на щеках, а в глазах какая-то загадка и манящий взгляд. На голове у нее тюрбан, как будто Рафаэль решил поднять ее статус и возвести ее до дамы высшего круга. Это не просто портрет Маргариты Лути в образе Венеры. Это портрет возлюбленной. Рафаэль воспел ее красоту в столетиях. Существует огромное множество версий романа Рафаэля и Форнарины. Форнарина была дочерью Пекара и Франческо Лути. Они жили в районе Трастевери. Когда мы гуляем с гостями Вечного города по району Трастевери, я всегда показываю ее дом с окошком Форнарины. Она жила недалеко от того места, где работал Рафаэль. А Рафаэль работал в то время на вилле Форнезина. В то время он искал образ Мадонны. И вот однажды он увидел девушку с ребенком на руках. Девушка покорила его своей красотой. И он понял, что именно ее хочет писать в образе Мадонны. Как пишет Вазари, Рафаэль не мог даже работать, если возлюбленный не было рядом. Но свою страсть он держал в тайне, так как был помолвлен. Не сразу Рафаэлю удалось уговорить Форнарину позировать. Маргарита долгое время отказывалась. Она смущалась даже разговаривать с Рафаэлем. У Маргариты тоже был жених. А даже, скорее всего, друг, не более. Он оказался рядом, когда умерла ее мать. Мне кажется, этот портрет говорит о глубоком чувстве автора. Как ни старался Рафаэль держать в тайне свою страсть, вскоре по всему городу уже начали говорить о новой возлюбленной Рафаэля. На левой руке Форнарины видна повязка, на которой золотыми буквами написано имя художника. Она, Форнарина, уже принадлежит Рафаэлю. В 21 веке после реставрации обнаружили кольцо на руке девушки, которое потом было закрашено. И еще существовал пейзаж фон, который потом Рафаэль заменил на миртовое дерево. Мирт был символом вечной любви и супружеской верности. Если бы не болезнь Рафаэля и ранняя смерть, как бы сложилась судьба у этих двух влюбленных? Аллегория непорочного зачатия. Автор этой картины Джорджи Вазари. Картина как будто разделена на две части. Дева Мария возвышается над искаженными страдающими фигурами, размещенными в нижней части композиции. Это олицетворение жертв первородного греха. Посередине мы видим дерево, обвитое демоном-змеей, с рогами и крыльями. Крылья у него, как у летучей мыши. Мария давит его ногой, а вокруг нее херувимы, показывают свитки со словами гимна. Внизу мы видим Адама, Еву, людей, у многих из которых связаны руки, их взгляды обращены к небу. Мария освещает всех божественным светом, развязывает узы, приковавшие их к дереву греха, и ведет их к искуплению. Образ Мадонны, непорочность самого рождения и змеи, символ соблазнов и искуплений. В каждом зале дворца великолепные, яркие и красивые потолки, на которых изображены разные мифологические сюжеты. В этом зале находятся две картины, авторы которых связаны с творчеством Микеланджело. Когда я рассматриваю картины Марчеллу Винусти, то невольно вспоминаю страшный суд Микеланджело. Папа Павел III Форнезе пожелал пополнить семейную коллекцию прекрасной копии страшного суда в уменьшенном формате. Он обратился к Марчеллу Винусти, который в 1549 году скопировал страшный суд. Но кое-где допустил вольности, например, добавил голубя над головой Христа. Но все равно копия Винусти стала ценным историческим документом. И сейчас объясню почему. Страшный суд Микеланджело вызвал споры в папской курии из-за обнаженных женских и мужских тел. Автор уже другой работы, Даниэль де Вольтера, позаботился о набедренных повязках на ноготе святых и блаженных. Извините, что не рассказываю про эти картины, которые показываю, но мне как-то всегда хочется у работы этих авторов говорить о страшном суде Микеланджело. Папа Павел IV Карафа, бывший инквизитор, приказал замазать непристойности фрески сикстинской капеллы. Даниэль де Вольтера вынужден был пририсовать персонажа Микеланджело набедренные повязки. За это навеки он получил прозвище, что написец и исподнишник. Папа Павел IV Карафа вызвал к себе ученика и помощника Микеланджело Даниэль де Вольтера и поставил его перед выбором. Или он станет свидетелем полного уничтожения шедевра, или сам исправит его. Так вот, Марчелло Винусти успел создать копию оригинала до того, как на ней появились набедренные повязки. Она сейчас находится в Национальном музее Каппо-Демонте в Неаполе. На начало марта я уже купила билеты на скоростной поезд в Неаполь. Хотела специально съездить в музей Каппо-Демонте, но, к сожалению, посмотрела расписание работы музея уже после покупки билета. А в среду у музея выходной. Значит, буду гулять по Неаполе целый день. Уже составляю программу, куда хочу сходить. И вновь извините за отступление. Так вот, когда я останавливаюсь у работ Даниэля де Вольтера и Марчелло Винусти, мне всегда вспоминается страшный суд Микеланджело. И очень хочется увидеть копию Марчелло Винусти. Но когда я все-таки доеду до музея Каппо-Демонте, то и вам покажу. Пчелки, пчелки, везде нас окружают одни пчелки. Видео опять получилось очень длинное. Про картины Караваджо и Караваджистов лучше снять отдельное видео. Мне залы с этими картинами очень нравятся. Я показала вам только малую часть того, что есть в галерее Барберини. Когда будете в Риме, помните и про этот замечательный музей. А также помните и про первое воскресенье месяце, когда вход в муниципальный музей Рима бесплатный. Только билеты даже на бесплатный вход в некоторые музеи надо бронировать на сайте и заранее. Портрет Беатричи Ченчи. Автор картины Гвидо Ренни. Очень трогательная судьба у этой девушки. В сентябре 1599 года в Риме пронеслась молва о странной смерти Франческо Ченчи. Франческо Ченчи был внебрачным сыном казначея папы римского Пия Пятого. Отец дал сыну все. Титул, богатство. Он был очень состоятельным человеком. У него было 12 детей, из которых выжило только шестеро. Франческо Ченчи по характеру был очень жестоким человеком и любил выпить. А во время срыва его жертвами были дети, жена и слуги. Дети хотели побыстрее покинуть родительский дом. Мальчикам было проще уехать из родительского дома, а вот девочкам надо было выйти замуж. Для этого отец должен был выложить хорошее преданное. Но Франческо Ченчи был не только жестоким, но и скупым человеком. Он уже выдал замуж старшую дочь и больше не хотел тратиться. Франческо Ченчи никто не любил. Ни в семье, ни окружающей. Он постоянно скандалил, сидел в тюрьме, но когда есть деньги, свободу можно купить. Он платил и выходил на свободу. И вновь скандалил и гулял. Когда у него умерла жена, мать его детей. Старших детей он отправил за границу, подальше от родительского дома. А сам женился. При нем остался младший сын и Беатричи. Разгульный образ жизни продолжался. Его детям и второй жене очень сложно приходилось в это время. Однажды Франческо Ченчи перехватил письмо дочери к братьям, в котором она просила прислать ей яд. Отец жестоко избил дочь, и поползли слухи, что даже надругался над ней. Опасаясь за свою жизнь, Франческо Ченчи арендовал замок в стороне Неаполя, берет с собой младшего сына, Беатричи, жену, несколько слуг и отправляется в Неаполь. Мачеха понимала коварные и непристойные планы Франческу по отношению к дочери, и поэтому часто разговаривала с Беатричи, что в таких ситуациях может произойти кровосмешение, и Беатричи была напугана. Беатричи писала письма папе Римскому, чтобы тот защитил ее от отца. Но, видимо, письма не доходили, или было выгодно не вмешиваться в это дело. И тогда у бедных женщин, мачехи Беатричи, созрел план, как избавиться от насильника. Его хотели отравить, но яд не взял его. И вот однажды, когда он очередной раз напился, ему подсыпали снотворное, а потом сбросили с балкона, сымитировав несчастный случай. Весть о смерти Франческо Ченчи быстро долетела до Рима. Многие, нет, даже, скорее всего, те, кому было выгодно, не поверили в несчастный случай. Всю семью взяли под стражу, дочь и мачеху отправили в женскую тюрьму, а младшего сына – в мужскую. Почти в это же время из Мадрида пришло сообщение, что новый король Испании, Филипп III, собирается жениться, а его сестра Изабелла выходит замуж. Папа Климент VIII подумал, что молодожен необходимо пригласить в Рим и дать им благословение. А тут эта история с Ченчи. Вина арестованных не была доказана. Римский адвокат так умело построил линию защиты, что дело по расследованию практически не сдвигалось с мертвой точки. Папа был в гневе. Надо было срочно закрыть это дело, ведь близился и юбилейный год, когда в Рим съезжается много важных гостей. И поэтому папа Климент VIII потребовал ужесточить допрос. Беатричи обливали холодной водой, прижигали тело, но она молчала. Когда папе рассказали о пытке, он заплакал. Но люди, которые хорошо знали его, говорят, что надо смотреть не на слезы, а на его руки, которые твердо, без дрожи подписывают смертный приговор. Процесс тянулся долго и все-таки был вынесен смертный приговор. Беатричи положила голову на плаху и перед тем, как была отрублена ее голова, она успела выкрикнуть проклятие папе Клименту VIII. И все стоящие рядом слышали это, а потом палач отрубил ей голову. Вскоре после казни вся недвижимость Ченчи была распродана, деньги упали в казну Ватикана и уже на следующий день после продажи на говорящей статую Пасквина появилась записка. У папы волчий нюх и хватка, он, как всегда, свой куш урвал, казнил всех Ченчи для порядка и деньги их к рукам прибрал. Папа же Климент VIII продолжил подготовку к юбилейному году и встрече молодоженов, поэтому смертный приговор был уготован заранее. Картина голландского художника, который прожил в Италии почти всю жизнь. В Италии этого художника звали Гаспаро ван Вителли. Узнали площадь Навона? Италии. 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 Огромная фреска прославляет духовную и политическую власть Барберини. Здесь изображено более сотни персонажей. Но, к сожалению, я неудачно сняла видео с деталями этой фрески, и поэтому рассказ о ней я продолжу в следующий раз. На второй этаж дворца мы поднимались с вами по лестнице Бернини. Сейчас мы будем спускаться по элегантной спиральной лестнице Барамини. На этом, дорогие мои друзья, я буду прощаться с вами. До новых встреч и до новых прогулок по Вечному Городу. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Они меня очень вдохновляют. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...